Мария Карповна Байда Мария Карповна родилась в 1922 году в селе Новый Чуваш, неподалеку от Жанкое. В начале войны она вступила в ряды истребительного батальона, который сформировался на базе Перекопского бромного завода и занимался поддержанием порядка в городе. В октябре 1941 года этот батальон вошел в состав 514-го стрелкового полка 172-й стрелковой дивизии Приморской армии. Мария Карповна была назначена санинструктором. Во время второй обороны Севастополя она под огнем противника оказывала помощь раненым. Вместе с разведчиками совершала вылазки в тыл противника и помогала в захвате вражеских языков. В начале июня 1942 года, когда гитлеровцы предприняли третий штурм Севастополя, Мария Карповна в схватке с врагом уничтожила из автомата 15 солдат и одного офицера. Четырех солдат убила прикладом, отбила у немцев своего командира и восьмерых бойцов, захватила пулемет и автоматы противника. После захвата Севастополя Мария Карповна оказалась в лагере военнопленных в австрийском городе Зальцбурге. Там была создана подпольная группа, в которую вошла и Байда. Но зимой 1945 года ее арестовали. Четыре месяца она провела в холодной камере, подвергаясь изнурительным допросам. Только в мае 1945 года она была освобождена и через несколько месяцев смогла вернуться в Крым. Военный совет Приморской армии старшего сержанта Марию Карповну Байду к званию Героя Советского Союза представил 19 июня 1942 года. Медаль «Золотая звезда» герою вручили в 1947 году. Начинается сержанта Мария Карповна. Медаль «Золотая звезда» героя «Золотая звезда» героя «Золотая звезда». Продолжение следует...